Добрый день, дорогие друзья! С вами снова команда под веселым Роджером. Мы вам покажем, как просто в домашних условиях сделать бойлы. Некоторые рыболовы пугаются процесса их изготовления, думают, что это сложно, это затратно, и проще пойти в магазин, купить самые свежие бойлы, которые вам предлагают в магазине, и думать, что результат на реке будет обеспечен. По нашему опыту мы можем сказать, что свежекатанные домашние бойлы работают, ну, наверное, раз в 10 лучше, чем самые свежие покупные магазинные. Не стоит забывать, что покупные магазинные бойлы, например, во Франции или в Великобритании, это совсем не то, что мы можем купить на Украине. Многие знают, что за границей давно уже используются так называемые свежемороженые бойлы, которые, по сути, вы берете на рыбалку, пока едете, они размораживаются, и вот у вас самая-самая свежатина. А то, что продается в пакетах, это все-таки уже бойлы с консервантами длительного хранения. Насколько длительного? Ну, у нас есть бойлы, например, фирмы Нэш, которым уже больше 10 лет, и они лежат как свежие по-прежнему. На них мы уже, конечно, давно не ловим, но высыпаем их потихоньку водоем в качестве прикорма. Так, сегодня мы будем делать простые базовые рецепты бойлов. Если вы не очень опытны, или у вас недостаточно большое количество домашней карповой химии для приготовления разных хитрых рецептов, вы можете взять любой из базовых рецептов, либо все 3-4 приготовить разных рецептов, в зависимости от того, сколько удилищ вы собираетесь закидывать на рыбалке. И вы получите несколько разных вариантов, например, одной и той же базовой смеси. Мы, в принципе, их уже проверили все на практике, и все они работают прекрасно. Кое-что мы дополняем еще своими изысками, но поверьте, основные базовые рецепты, которые предлагает фирма-производитель, работают очень хорошо. Поэтому, если вы несколько ограничены в бюджете или в своих возможностях по приобретению довольно редкой все-таки на сегодня химии, старайтесь взять то, что рекомендуется от производителя. Это минимальный набор, который будет у вас очень хорошо работать. При приготовлении бойлов химия, которую мы используем вместе с базовой смесью, имеет, как правило, очень острые и резкие запахи. Я бы вам не рекомендовал на домашней кухне заниматься приготовлением бойлов. Мы это обычно делаем на улице, потому что иногда запах просто зашкаливает все мыслимые и немыслимые стандарты. Но сегодня, как с нашим одесским счастьем, мы собрались катать бойлы, выкроили время. И, естественно, на улице 7-8 градусов тепла, сумасшедший ветер и просто холодина. Поэтому мы пооткрывали окна, сделали сквозняк, включим дополнительно еще кухонную вытяжку, и будет такой у нас экстремальный вариант приготовления бойлов на домашней кухне. Ваши домашние этим запахом совершенно не порадуются. Вонь будет стоять несусветная. Будьте осторожны при использовании всей карповой химии. Старайтесь ничего не разливать на пол, на плиту, и особо аккуратны будьте с кислотами. Это очень едкие и дико вонючие элементы. Также стоит добавить, что некоторые ароматизаторы, например, такие как чеснок, имеют сильнейший, острейший запах, и он очень долго не выветривается. Поэтому соразмеряйте свои возможности с будущими последствиями. Еще раз повторюсь, лучше всего их, конечно, делать на улице, если у вас есть такая возможность, например, на даче. Итак, давайте приступим к изготовлению бойлов. Посмотрим, что нам нужно для самого-самого небольшого выезда на рыбалку, ну, скажем, примерно на двое суток. На столе вы видите компоненты, которые нам понадобятся для изготовления бойлов. Базовую смесь мы возьмем хайнувал. Это бойлы у нас получатся такого светлого, почти беленького цвета. Как раз на весну нормальные. Они отдаленно напоминают белый шоколад, но все-таки привкус у них будет другой. Для этого нам понадобится несколько капелек черного перца, подсластитель, мультимин, конопляное масло, немножко шариков от курочки, которые называются яйца. Ну, в данном случае их здесь лежит десяток. Нам понадобится на небольшой объем бойлов, три штуки, больше не надо. Весы, мерочка для воды, миксер, различные пипеточки для ароматизаторов. Вы видите, они у меня некоторые даже подписаны. Носики для выдавливания, потом через шприц. Тесто. И для замеса теста специальные лопатки для миксера. То есть, вот это все и плюс базовая смесь порошок хайнувал. Приступим к изготовлению теста. Сейчас вы видите ведро с базовым миксом хайнувал, из которого мы возьмем примерно 300-350 грамм смеси. Может быть понадобится больше на 3 яйца, мы посмотрим по ходу пьесы. И приступим к замешиванию теста. Так, берем 3 яичка. Раскалываем их. При желании в блендере можно измельчить и скорлупу. Это тоже будет неплохое дополнение для ваших бойлов. Но сегодня мы этим заниматься не будем. С блендером мы сделаем в следующий раз. Так, в 3 яичка мы добавили. Пока вы яйца не взбили, добавить в них все жидкие компоненты. Ну, если у нас на 5 яиц идет 10 мл хемпойла, то на 3 яйца можно немножко меньше. Хотя коноплей не испортите вы бойлы. По принципу берем хемпойл. Выдавливаем. Еще 6. В общем, добавим 10 мл хемпойла. Хуже у нас не станет наш состав. Вы знаете, что конопля это то, что карп их очень любит. Следующая наша добавка это мультимир. На 5 яиц мы его берем 20 мл. На 3 яйца мы возьмем где-то мл 15 мл. Этого будет достаточно. Если у вас нет спресса, можно пользоваться базовой крышечкой, которая идет на этой бутылочке. Эта крышечка примерно 2 кубика занимает. То есть, если вам нужно сюда добавить 15 мл, значит 7 таких крышечек будет вполне достаточно. Некоторые спортсмены используют эти составы еще как гип. При работе в домашних условиях не забывайте запастись салфетками. Потому что жидкости иногда подтекают, иногда вы сами наляпаете. Поэтому бутылочки протирайте. Подсластителя 2 мл. И снова мы используем наш колпачок. То есть, колпачок примерно 2 мл. Если вы боитесь переборщить, лучше налейте чуть-чуть меньше подсластителей и разных ароматизаторов. То есть, мы нальем неполный колпачок. Вот этого будет достаточно. Поскольку у меня черного перца нет от нутробейса, используем тот, что есть, империал бейс. Для него у меня есть специально подписанная пипеточка. Нам его нужно примерно 10 капель. Больше не надо. Остальное выдуваем аккуратно. Будьте осторожны, не влепите себе этот состав в глаза. Эффект, я думаю, вас очень не порадует. Вот. Бетаин можно использовать, в принципе, от любой нормальной фирмы. В данном случае есть империал бейс. Ну, где-то у нас состоит и нутробейсовский. Но этот у нас открыт, и поэтому будем его добивать уже до финиша. Если он где-то у вас взялся камушками, размешайте его ложечкой, ничего страшного нет. Возможно, он где-то чуть-чуть хватанул влаги. Так, нам требуется бетаина 2 грамма. Ну, с бетаином, кстати, я никогда не жадничаю. И поэтому чайная ложечка будет самое оно на 3 яйца. Всё. С разными добавками мы закончили. Теперь нам нужно только добавить сюда. Сначала немножко это всё перемешать, а потом будем добавлять сухую смесь. Берём миксер. Не рекомендую я вам брать миксер, который вы используете для приготовления каких-либо продуктов. Или ваша жена. Чертей вы получите потом однозначно. Поэтому лучше купить простенький, дешёвый миксер за какие-нибудь копейки. Его и не жалко сломать. И на маленьких оборотах потихонечку. Большие обороты не включайте, иначе у вас всё взобьётся. Только на минимальных оборотах и недолго. То есть нам достаточно это всё перемешать желтки для получения однородной массы. Как это вы видите, что жидкость становится более-менее однородной, значит этого достаточно. Да, забыла ещё сказать. Яйца мы используем домашние, не магазинные. Не берите магазинные бройлерные яйца. Поэтому не поленитесь поехать на рынок. Или если где-нибудь у вас рядом есть точка, где торгуют домашними яйцами, и взять десяточек свежих яиц для бойл. Так, всё. Мы получили однородную машу. Вот она, видите, такая. Яичный микс с разными компонентами. Сейчас мы в этот состав будем добавлять сухую базовую смесь. Клесы у нас выставлены на нолик. Не засыпайте сразу все 300 грамм 250, которые мы решили использовать на 3 яйца. Потому что если вы пересыпите сухой смеси, может оказаться, что мало яичек. Потихонечку добавляем. И опять-таки на малых оборотах миксером это всё начинаем вымешивать. Так видно? Нормально, да? Хорошо, если у вас дома есть опытная хозяйка на кухне, которая вам может подсказать мама, жена, подруга, кулинар просто. Для какой-то инсистенции надо делать тесто. Вот видите, получается оно пока такое тягучее. Это ещё не готово. Добавляем ещё немножко. Добавляем грамм 100. Итого у нас уже сюда зашло 300 грамм сухой смеси. Очень полезная в этом деле штука, если вам нужно приготовить большой объём бойлов, или вы хотите же сразу много наготовить. Миксер, который несет тесто для ресторанов, ну, в общем, так называемый профессиональный. Это довольно мощные машинки, которые хорошо справляются с большими объёмами. Ну, и, естественно, они и стоят денег. Поэтому для небольших объёмов вполне будет достаточно. Так, всё. Мы дошли до хорошей консистенции. Видите, тесто уже лепится, но ещё немножко прилипает к рукам. То есть уже можно тесто вымешивать дальше вручную. и, может быть, ещё придётся немножко добавить смесь. Так, ну, а мы приступим к ручной доводке нашего теста. Вот мы и вымесили наше тесто. Вот примерно структура, какая получилась. Видите, к рукам оно липнет, но не сильно. В идеале, конечно, сделанный кусочек теста положить на сутки в холодильник. Закрыл предварительно в пакет. Вот, видите, наша красота. Вот чуть-чуть есть ломкость, но это не страшно. Вот она структура теста, видите, какое. И пальцем практически не липнет. Вот такое должно получиться. Теперь мы его сейчас завернём силофановый кулёчек и дадим ему полежать ну, хотя бы часик, а лучше часика два. Сколько мы сегодня собираемся делать. Пахнет очень хорошо. Ещё раз говорю, примерно запах печенья. Всё, прячем его в кулёк. Вот так. Завернули хорошенько и откладываем в сторону. Пусть оно отдохнёт и немножко полежит. Прошло два часа. Наше тесто настоялось. Вы видите, какое оно имеет консистенцию такого средне-мягкого пластилина. Мы за это время сделали ещё пару вариантов различных на основе Big Fish Mix. Один из них с добавочкой Тутифрути, второй с большим количеством Робин Рэда. Теперь мы непосредственно перейдём к выдавливанию колбасы, к раскатыванию в бойлы и, собственно, варке теста. Итак, у нас 16-миллиметровая доска Gardner Tackle и мы пробуем с помощью 13-миллиметровой насадки наше тесто превратить в бойлы. Почему вы скажете 13-миллиметров? Потому что тесто немножко раздаётся. Шприц очень жёстко его сдавливает и оно расходится. И нужно иметь различное количество насадок для того, чтобы угадать, какое у вас тесто в данный момент будет хорошо получаться, с какого диаметра насадки. Вот, например, при 16-й доске, видите, мы пробовали предварительно 16,3-14,5. Получается плохо, не катаются шарики. Значит, нужно ещё уменьшать диаметр. Иногда тесто раздаётся настолько сильно, что на 16-е бойлы мы используем 11-й носик. Ну что, приступим к нашему процессу раскатывания бойлов. Всё должно быть хорошо, в норскоприлято. В принципе, несколько раз достаточно. Видите, вот уже на выходе получаются шарики. вот красота, которая нас интересует. Никакого фотошопа, ничего. Вот кусочек лишний. А вот вся красота, которая у нас вышла. Посмотрите, всё в виде шариков. То есть, 16-я доска и 13-ти миллиметровый носик. И тесто в данной консистенции, какая у нас получилось, выкатывается в шарики. Видите? Вот у нас получились красивые 16-е бойлы. Это мы предварительно катанули чуть-чуть 18-х, но в основном на прикормку ловить мы будем на 16-е. Видите? Вот у нас как красиво. Есть шприцы пневматические, но это опять-таки, если вам нужно сделать очень большой объём. Технология простая. Закрыли доской и поехали кататься. Не бейте ногами за стол, это всё-таки кухня не предназначена для этого дела. Всё. Как вы видите, всё предельно просто. Тот объём теста, который мы вам показали, это вполне достаточно будет на очень активную рыбалку в течение трёх суток. Пока же мы вам процесс выдавливания и шприца и раскатки на одном виде теста, потому что на остальных оно всё то же самое. Колбаска. Закрыли. Мне помогает брат придерживать доски, потому что к кухонному столу я их не хочу прикручивать. Хорошо придавили, но вроде бы как-то эти мне доски уже и нравятся даже. Открываем, получаем набор шариков. Парашечек плохих получилось. Отложим в сторону это тесто. Когда есть много времени, ну или вы собираетесь на совсем уже хорошую рыбалку, можно прикормочные шарики, прикормочные бойлы делать не 18-го размера, а скажем, 22-го, 24-го. Если в водоёме много мелкого карпа, то можно сделать и 30-го размера какую-то часть бойлов для прикормки. Тогда мелочь не будет их бить и бойлы будут довольно долго лежать на дне в вашей точке прикормки. А крутящаяся вокруг мелочь будет привлекать больших карпов. На стыке нюча. Открываем. То есть технология определенно простая, ничего сложного в этом нет. Самое сложное в приготовлении бойлов это собрать на них все нужные ингредиенты, и не перепутать ничего в количестве, потому что все идет в миллиграммах, в миллилитрах, то есть не накидать больше, чем надо. Ну, я думаю, на этом, наверное, работать с доской можно больше вам не показывать. Все и так ясно. Верхняя половинка с ручками и нижняя, раскаточная. Очень все просто. Сложностей нет никаких. Катайте бойлы сами, не пугайтесь. И поверьте, когда вы ловите рыбу на свой, какой-нибудь хитрый бойл, который вы сделали сами, или добавили какой-нибудь необычный аромат к стандартному рецепту, удовольствия вы получаете несравненно больше. Ну, а на традиционный рыбацкий вопрос, на что вы ловите? На бойлы? На какие? Вы всегда отвечаете на круглые. Все. А сейчас я вам покажу еще один прием, который мы используем. Насколько я помню, на соревнованиях так не разрешал использоваться, но в любительской рыбалке это вполне допустимо. Что мы делаем? Мы достаем из шприца оставшееся тесто, ну, вот видите, примерно такой бочоночек вышел. Где-то вот в таком размере. Мы ловим обычно с 80-граммовыми грузилами. У нас водоем мелководный. Все вы его знаете. 80-грамм это оптимальное грузило для этого водоема. А если очень далеко завозить, то 110-115. Но сейчас, в данном случае, мы берем 40-граммовые грузила. Есть такие еще 50. Вот осталось наше тесто. Немного. Делаем из него такую мифическую колбаску. Делим на три части. И смотрите, что мы с ним будем делать. разминаем сосисочку. Такую грушевидную. Видите, вот что получилось. И грузило вставляем туда. И у нас получается вот такая штучка, которую мы называем грузило бойл. Вот он. Можно его обжать, сделать красивее, чтобы это все выглядело чуть более аккуратно. на сутки. На сутки такого грузила хватает в принципе. Несмотря на то, что этот груз всего 40 грамм или 50, похоже, вес бойлового теста его серьезно увеличивает. И мы получаем необходимые нам 80-90 грамм. Иногда больше, но это не страшно. его можно сделать более приплюснутое, но это уже не принципиально. Мы делаем такие грушки. То есть на трое суток на одно удилище нам вот этих трех грузил и кормушек, видите, вот они, вполне достаточно. Что ж, у нас закипает вода. Еще не закипела, скоро закипит. Мы начнем то, что мы накатали с вами варить. Вы видите нашу кастрюлю, в которой закипела вода. Это вполне нас устраивает. Опускаем воду грузила, которую мы предварительно облепили нашим бойловым тестом на расстоянии друг от друга. Грузила варятся чуть дольше. Сейчас мы просто вот таким вот образом пересыпаем бойлы. Берем ложку и немножко помешиваем. Большие растянем. Все, огонь у нас максимальный. Вода кипела, когда мы закинули бойлы. Значит, примерно это у нас займет, в зависимости от состава теста, от одной до трех минут. Как правило, нашего приготовления всплывают через полторы-две минуты. иногда раньше. Вот в этот тазик будет выниматься бойлы после варки. Пролежат они полчасика, потом мы сменяем полотенце, после этого уже в окончательную сушку. Как вы видите, уже появились первые желающие в тазик. Начинаем их быстренько выбирать. все, кто всплыли, те уже готовы. Смотрите, какая красота. Запах вам, конечно, не передать, просто не передать. В данном случае это у нас на основе Big Fish Mix с ароматизатором тути-фрути. Такой вот хитрый сладко-лесной аромат. Видите, тяжелые бойлы еще не всплыли, крупные. Они еще внизу, вот они только сейчас начинают всплывать, крупные размеры появились. Вот они. крупные размеры только сейчас всплывают. Вы спросите, а как вытащить грузило? Очень просто, слить воду из кастрюли, иначе вы их не достанете. Но поскольку там слой очень толстый, тесто на грузилах, то бояться его переварить не стоит. Продолжаем выбирать из кастрюльки наши готовые. Вот. Видите, вот какой крупный. Вот только сейчас он всплыл. Все. У нас в кастрюле остались только грузила. Это вот красота какая. Мы отставляем. Мы слили воду из кастрюли, берем обычные кухонные щипчики и достаем оттуда наши грузила. Руками не советую их брать, они очень горячие. Все. Вот мы их проложили в этом же полотенечке. Мы их перевернем еще несколько раз, пока они сохнут. То есть они часок полежат и можно их на окончательную сушку уже без полотенец в этом же тазике оставить, например. Наш процесс приготовления бойлов закончен. Здесь вы видите четыре типа разных бойлов, которые мы сегодня сделали и кое-что из нашей готовки мы сняли на это видео. Бойлы на основе светленькие смеси хайнувал, бойлы на основе смеси бикси-микс, более темные бойлы на основе смеси бикфиш-микс с различными добавками. мы их уже два раза перевернули на салфетках, чтобы оттянули лишнюю влагу. Этого достаточно, вы видите, они уже такие довольно живенькие. Но хайнувалчики у нас не очень получились, сбилась рука на приготовление теста, поэтому тесто вышло несколько грубоватым. Остальные получились хорошо. Все, для того, чтобы у нас не было смешивания в процессе сушки, мы переложим их еще салфетками, разделим вот так вот, и никуда они не денутся. И теперь мы их перенесем в место, где у нас сухо, но не солнечно. На солнце они лежать не должны, иначе потрескаются. Собираясь на рыбалку и готовя самим бойлы, не забудьте посчитать, сколько времени вам понадобится, чтобы они высохли. Мои сохнут, как правило, 4 дня. То есть, если сегодня воскресенье, где-то в районе четверга можно выдвигаться на рыбалку. Надеюсь, наше небольшое видео вам поможет самим освоить процесс приготовления бойлов. Ничего сложного, как вы видите, в этом нет. Надеюсь, вам понравилось наше первое видео из раздела Carb Fishing. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До свидания, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok